Может быть, я тогда скажу две вещи в качестве своего ступения. Первое, это то, что у меня большая честь выступать в этом университете. На самом деле, это не реверанс я делаю, а правда, я очень хорошие у меня чувства. Это первое. А второе, что Резаланти, уж если на то пошло, был в списке тех людей, я даже тоже писала поддержку, но не знаю, чем кончилось, которые могли бы номинироваться на Нобелевскую премию, потому что это действительно очень крупное открытие. Это первое, что я хочу сказать. А второе, вам до Москвы недалеко доехать, 11, 12 и 13 октября в Москве будет фестиваль науки проходить, который проходит там каждый год. И туда, не скрою, по моей наводке приедет Резаланти, то, что не знаю, и будет лекцию читать в субботу. И приедет Теренс Дико, это тоже очень крупный ученый, который занимался происхождением, биолог, который занимался и занимается происхождением языка, нейронными механизмами локализации и так далее. Так что, и там и много других будет замечательных людей. Раступать Анохин в воскресенье, и Николопов, который работает у Уотсона в Америке, в Голдске и Хаббард. Просто столовые клетки замечательные у него работы. Ну, в общем, я вам советую. Ну, все, не будем время терять, тогда мы переходим к моей лекции. И, как видите, я не знаю, там видно, потому что в ней не видно. Я ее назвала «Зеркальный мозг» как основа коммуникации языка. И я к этому постепенно подберусь. Но начну я вот с чего. В 1970 году, вот как вы видите на экране, появился фильм «Трюфо» знаменитого режиссера, который назывался «Л'Анфан Соваше», то есть «Дикий ребенок», если так буквально переводить. И который, это художественный фильм, но который описывает историю, происходившую реально в 18 веке, когда откуда-то, из леса, не знаю, откуда-то, вышел ребенок, который был телом человек, а на самом деле зверь. И это то, что сейчас есть название «Дети Маугли». Маугли, ну, понятно, это после Киплинга, но речь идет не о тех детях, которые на самом деле в джунглях там где-то были, а которые по каким-то причинам оказались вне социума, жили в разного типа изоляции, соответственно, не имеют никаких социальных навыков и не имеют языка. Вот, этот эпизод во Франции тогда вызвал невероятную бурю в интеллектуальной, даже светской элите, потому что все стали обсуждать вопрос, который позже стал вопросом научным, он до сих пор им остается, и сейчас это очень такая горячая тема. Мы человеком, людьми мы рождаемся или мы ими становимся? Достаточно нам генов подходящих для того, чтобы мы уже оказались людьми? Или для этого еще что-то стало, нужно, чтобы произошло? У этого ребенка, который откуда-то возник, он был человек совершенно, очевидно, но при этом все палатки, ну абсолютно все было звериное и никаких социальных навыков не было. Ему, и конечно никто не знает, сколько ему было лет, но примерно, условно скажем, лет 6-7. Так вот, просто по виду. Вот, и сразу стал вопрос, а если им заняться как следует, можно восполнить этот пробел и сделать его человеком? Это получится или не получится? Им стал заниматься вот доктор Жан Гитар, который потратил на это много времени. Вы, кстати говоря, этот фильм, я думаю, можно найти где-нибудь, посмотреть, тем более режиссер знаменитый. Вот, он потратил на него много времени с очень малым успехом. Интересно, что в ту неделю, в которую состоялась премьера этого фильма в Лос-Анджелесе, знаете, бывает, не без шуток, что называется, в эту же неделю была обнаружена девочка в Лос-Анджелесе со страшной судьбой, ну понятно, что это не ее настоящее имя, а зашифрованное, и ей было 12 лет, и ее собственный отец, вероятно, психически не вполне адекватный, как минимум, он ее держал в заперти в комнате в течение всех этих 12 лет. Она никогда никого не видела, она не слышала человеческого языка, более того, ее наказывали в случае, если она локализацию какую-то издавала. То есть любое, о речи, о языке вообще нет разговора, но даже если она просто какие-то звуки какие-то издавала, то ее наказывали. Уж, ну неважно, как там ее обнаружили, но, короче говоря, она была из этой семьи изъята, и был огромный проект, в котором участвовали лучшие лингвисты, лучшие психологи, детские психиатры и так далее, и стала задача вот то же самое, можно ли что-то сделать такое, чтобы эту девочку вернуть, так сказать, в семью людей, что называется. И вот я говорю, такое странное, трагикомическое совпадение, что в ту же неделю, когда была найдена эта девочка, прошел этот фильм, и весь Лошанс Лос-Анджелес его смотрел. Вот, кстати, первый фильм про эту девочку, и примерно про то, что я сейчас очень кратко расскажу, можно найти в сети, он у меня и на флешке есть, он называется «The secret of the wild child», то есть «Секрет дикого ребенка». С ней тоже очень много занимались, и ничем хорошим это не кончилось. Я должна прокомментировать это. Наш мозг устроит, не только наш, а любого живого существа, но, разумеется, самого главного существа, а именно людей, он устроит так, что у него есть так называемые критические периоды. Вот в англоязычной литературе это называется «critical age». Это что значит? Это значит, что да, мы рождаемся с генами, которые позволяют нам стать людьми. Но это недостаточные условия. Для того, чтобы проявилось все то, что написано в нашем генетическом тексте, мы должны попасть в среду, в которой это включить. Вот я университетский профессор, читаю лекции детям, ну, студентам. Вот. И я им говорю, что это как бы лекцию такую надо сделать. Или включить. Вот я когда-то была в передаче «У этих двух змей», у Толстой и Дуни Смирновой, да, в школе злословия. Вот. И «Умная Толстая», мы примерно на эту тему говорили, и «Умная Толстая» сказала вещь, которую я теперь тестирую все время. Она сказала, я поняла, я поняла. Это как ваша кухонная аппаратура, что у вас стоит дома, там, комбайны всякие, кофемолки, там, кофеварки. Вот они уже у вас есть, но для того, чтобы они заработали, кнопочку нажать надо. Вот она попала в самую точку. Эта кнопочка в случае социальности и владения языком – это попадание в языковую среду. Инъекция как бы должна такая произойти. И это захлопывается, это время примерно, ну, это очень примерно, потому что эта цифра плавает, она индивидуально плавает и вообще. Это примерно лет пять-шесть. Эта девочка была в два раза старше, поэтому у нее это окно временное, оно захлопывалось уже. И тем не менее были сделаны попытки ее как-то ввести в человеческий мир. Чем они кончились? Она выучила некоторое количество слов, но она не смогла освоить грамматику. И это важная вещь, к которой я вскоре вернусь. Я просто не хочу сейчас застрелать на этом. Когда мы говорим, вот люди – это кто такие? Вот опять же я студентам говорю. Человек – это кто? Между прочим, вопрос не банальный. Человек – это тот, у кого нет хвоста, он не прокрыт шерстью, он ходит на двух ногах. Человек – это тот, у которого есть язык. Это наша биологическая подпись как вида. Homo sapiens – это не те, у кого только sapiens, потому что sapiens и с другими животными не так просто теперь. Но это Homo loquens, то есть Homo говорящий. И язык – это вовсе не один из видов коммуникации, которые есть у всех других живых существ. Я совершенно уверена в том, что нет ни одного живого существа на Земле, у которого нет коммуникации, включая инфузорию туфельку. Просто у нее другой вид коммуникации, химический, предположим, но существ, которые вообще никак не общаются друг с другом, я не могу себе представить. У человека особая коммуникация, я про это чуть позже скажу. Поэтому в последние годы пошла мода, не скрою, на то, чтобы искать специфические человеческие гены. Это предмет другой лекции, я, к сожалению, не могу про это сейчас говорить. Все время появляются какие-то там, в кавычках скажем, открытия. Открыли очередной. То они открывают ген чтения, то ген пения, то это… Не верьте ничему, этого нет. Более того, такие гены не будут открыты никогда. Сейчас объясню, почему. Вот было не только время назад, вот видите, у меня тут даже кусок статьи, это есть, был найден ген, который называется Fox P2, который был объявлен геном языка. Очень крупное открытие. Если бы это все-таки оказалось правдой, оно не оказалось правдой, то вот это как раз на Нобелевское время, потому что тогда бы оказалось, что они нашли тот самый ген, который делает людей людьми. Но, к сожалению, все оказалось гораздо сложнее, а именно оказалось, что этот ген, но в разных других его вариациях, есть у других биологических видов. И у кошек, и у мышек, и у шиншилл, у крокодилов даже он есть. Что-то не видно никакой грамматики у всех этих живых существ. И явно, что здесь что-то не то. Теперь, поскольку генетика такая мощная наука, и чуть не каждый день невероятные вещи она открывает, теперь видно, что не только этот ген, правда, в других модификациях есть и у других существ, но он сам экспрессируется. Отнюдь не только в речевых зонах, и отнюдь не только в мозге. Например, даже в легких он есть. То есть у него нет специфичности такой, которая обеспечила его язык. Были проведены очень интересные опыты. Взяли этот самый человеческий ген и внедрили его в геном крысы. И крысы эти, да, они, конечно, не заговорили на британском английском, но у них расширился спектральный диапазон их звуковых сигналов. Очень увеличилась активность вокальная. То есть они явно, что это на эту тему. Но вообще говоря, сейчас вот такая точка зрения, что это ген, который отвечает за тонкую моторику. Ну, моторик — это движение, это не только рука, нога или еще что-нибудь, а в данном случае нам важно, что это артикуляторные органы, которые, я думаю, догадываетесь, с какой скоростью и с какой сложностью все сейчас двигается у меня, когда я говорю. А с какой сложностью ваше ухо обрабатывает эту информацию? Это же, это не микрофон или магнитофон. Ну вот, теперь встает вопрос о том, откуда мы взялись. Я подберусь к зеркальным нейронам, вы не волнуйтесь, но просто это важный подход такой. Вот это портрет, вот он, если работает. Вот, это академик Деревянко, который сейчас получил государственную премию за открытие... Сейчас, минутку. За открытие Денисовского человека. Денисовский человек — это новый вид хомо. То есть у нас появился еще один предок, который был открыт вот в Денисовской пещере на Алтае. Мы туда, вот за Нохиным, в частности, еще с несколькими людьми, ездили в июне. И я под очень сильным впечатлением нахожусь. Вот у нас ведь какие есть? Значит, мы все вышли из Африки, это установленный факт, это точно. Вот, а дальше люди стали бродить по планете. Есть те, которые оказались неандертальцами. Кстати, еще несколько лет назад я студентам говорила, они нам не родственники неандертальцы, никогда не смешивались, не было биологических связей между хомо и неандертальцами. То есть между современным, как бы современным анатомическим человеком неандертальцами, я глубоко ошиблась, как и все остальные, потому что расшифрован геном неандертальца, и они нам родственники. Итого, значит, вы видите, есть несколько линий, и к этой линии, к этим линиям присоединился новый лид, это произошло совсем недавно, расшифрован его геном, и это называется хомо сапиенс алтаэнсис, то есть человек алтайский, или его еще называют хомо-денисова. Ну вот, что там было найдено? Вот это Денисовская пещера, и они нашли, археологи вызывают во мне просто какой-то священный препят. Я была в этой пещере, я видела это огромное, тонны и тонны, оттуда они навынимали всякого грунта. Они нашли фалангу, одну фалангу, мизинца девочки, как выяснилось позже. Как они нашли эту фалангу, я вам они приложу, но они попробовали, эта международная команда попробовала извлечь оттуда материал, который годился бы для геномного анализа. И когда они этот геномный анализ сделали, то они обнаружили, что это другой геном, то есть это крупнейшее открытие. Не было, они еще не видели такого. Но более того, то есть открыт новый вид людей, ни больше, ни меньше. Но вокруг этого, а это примерно 300 тысяч лет назад. Я хочу вам сказать, что вообще, когда речь идет о человеческой культуре, то дальше чем 30, там 32, ну максимум 35 тысяч лет, как бы мы не забираемся. Ну в смысле, никто не считает, что там уже могла быть культура какая-то. Так вот, 300 тысяч лет. Они нашли вот эти предметы. Например, кольцо, сделанное из камня. Кому не лень, попробуйте сделать кольцо из камня. Как его сделать? То есть высокий уровень, когнитивный, точно говорю, для этого, наверное, мозги подходящие иметь, потому что это навыки серьезные. Найден браслет, вот его половина, состоящий из двух частей, и этот браслет скреплялся, по всей видимости, кожаным ремешком. Найдены ожерелья из разных камней и части скорлупы, ну и так далее. Почему, к чему я это веду? Я совершенно, я не археолог, и совсем не собираюсь на этом долго находиться. Тот факт, что все эти предметы там лежали, они не могли туда попасть позже, это все чисто сделано, это того времени вещь, говорит о том, что это были люди, уже не звери, а уже люди. У них была культура и навыки делать такие сложные вещи. Геном показывает, что их, вот этот вот ген, который все-таки с речью связан, не прямо, но связан, Фокс-Пи-2, что в эмгеноме он присутствует и в виде близком к тому, что и веем мы с вами. Это отодвигает нашу человеческую историю на, вы понимаете, какое время. То есть, если так фантазировать, но фантазировать не очень легко, то мы можем себе представить, что у этих людей мог быть язык. Неподходящий объем черепа, смотрите, какие навыки и так далее. Наличие вот таких вот, как археологи говорят артефактов, тем более, что это украшения, они не имеют никакой прикладной цели. У них символическая цель, либо магическая, либо для обмена, либо для красоты. Это говорит о символическом мышлении, то есть, это говорит о высокой когнитивной развитости этих существ. И нам сейчас всем на этой планете, мы ученым, во всяком случае, нужно сильно подумать, что это значит, потому что это меняет человеческое представление нашей истории. Итого, род хома, которому мы все с вами принадлежим, он имеет, вот здесь символически это написано, как рука, кстати говоря, это вот эти два слайда я позаимствовала у авторов этого открытия. Вот, видите, у нас есть вот такие линии, которые смешались в разных частях земли, разные части этого генома есть, но тем не менее, которые создали такой синтетический вид, которым мы и являемся. Я, кстати говоря, там, сидя на этих разговорах всех, я говорю, а куда кроманьонцы делись? Я помню, были такие кроманьонцы. И очень интересный я услышала ответ, кроманьонцы это мы и есть. То есть, вот эта линия выросла в нас. Вот, ну что же, мы стали путешествовать по миру, как здесь на карте написано, и мы являемся символическим видом. Вот я сказала, что в Москву приезжает в Резалатте и Дикон, Дикон, Террес Дикон, вот, это его книжка, которая называется Symbolic Species, что значит символический вид, и это мы. Я должна объяснить, что это значит. У людей, вот, кстати, для меня большая загадка уже много лет. Людям почему-то нравится устраивать вторые миры такие. Вот, ну, кажется, ну, как бы, вот есть книжка, но вот зачем ее рисовать? Или, там, лепить? Она уже есть. У людей почему-то есть желание двойные устраивать, как бы, зеркала реального физического мира. Это наш язык, потому что очки живут сами по себе, да? Когда я их называю, это второй план начинается. Понятно, то, что я говорю, вот, а их очки не знают про то, что они называются очки. Они сами по себе. Вот, то есть мы живем в символическом мире. в первую очередь языка и во вторую очередь искусства и вообще разных символических систем. Скажем, математика. Что такое математика? У нас нет времени просто про это говорить, но я в последнее время буквально достаю физиков и математиков следующим вопросом. Могу я вам его задать, не надеясь на ответ. Если все люди исчезнут, просто, ну, исчезли. Математика есть после этого? У нас осталась математика? Да, математика здесь находится. Поэтому, почему мы должны изучать мозг и изучать, ну, специалисты, понятно, почему это их специальность. Но я имею в виду, почему вообще всем людям не вредно бы знать, как функционирует мозг? Потому что у нас нет никакого другого способа на мир смотреть с помощью окон и дверей, которые ведут в мозг. Глаза, уши, кожа, вестибулярный аппарат, запахи, ну, в общем, все санкционные системы. Но вы должны помнить, ясно, что глазами мы смотрим, а видим мы мозгом, ушами мы слушаем, слышим мозгом. И это касается всего остального. Мозг поставляет нам информацию о мире. У нас нет никакого другого пути, кроме как ему доверять. Он нас может обманывать. Например, галлюцинации. Ну, это длинные, я не хочу в сторону уходить. Я хочу сказать, что для того, чтобы мы вообще хоть какое-то представление имели о том, куда мы попали, мы можем обратиться только сами к себе. Ну, или к соседнему мозгу, который такой же, как наш. Примерно такой. И потом, вот смотрите, все искусство, это же дубли какие. Ну, вот кажется, в мире и так много всего происходит. Зачем надо было придумывать лишнего человека? Вот я помню, Юрий Михайлович Лотман говорил, с которым я общалась, счастлива, что-то. Он говорит, не было никаких тургеневских барышек, пока Тургенев не написал тургеневских барышек. И тогда все стали спешно падать в обморок. Было много беззельников, которые не знали о том, что они лишние люди. Потом оказалось, что они лишние люди, они взбодрились, и они, так сказать, оказались целым классом лишних людей и понятых в обществе. То есть, не искусство повторяет жизнь, а на самом деле искусство жизнь творит. Вот подумайте, когда, в случае, если хороший зритель и хорошие актеры, то человек сидит в кино, перед ним простыня, на ней не существующие, никогда не существовавшие события происходят. И если, я повторяю, все хорошо играют, а зритель восприимчив, то он вынимает кольт и стреляет в негодяя на этой простыне. Не негодяя, нет, вообще ничего этого нету. Тут есть о чем подумать, я не хочу останавливаться на этом, но вот то, что Дикон называет символическим видом, это тема для размышления очень серьезная. Очень в последнее время много разговоров про то, откуда взялся язык, что это такое, появляются книжки типа этих, их много, они там чуть ли не два раза в год. Это серьезные исследования, почему это все так сложно, потому что у нас нет и никогда не будет никаких документов, никакого сорта документов по поводу того, что было, когда возникал наш язык. Естественно, нет записей, быть не может, ни видео, ни аудио, ничего нет. Значит, что мы можем делать? Мы можем только заниматься реконструкциями. То есть, если у этого существа уже был подходящего объема мозга, если у него уже была подходящая рука, которая может делать что-то, есть ли он прямоходящий, это важно, есть ли у него правильная гортань, есть ли у него артикуляторные органы правильные, и есть ли при нем еще лежат вот эти всякие вещи, которые он делал, типа того, что я показывала, что показывает его возможности планирования, запоминания, много серийного планирования, шагов и так далее, то вероятнее всего, что у него мог быть язык. Вот и все, что мы можем сказать. Что могут сказать лингвисты? Они могут сказать, есть языковые, поскольку я на половине лингвист, то могу вам сказать, есть языковые законы, объективные, которые действуют на все языки. Их можно начать раскручивать в обратную сторону, но не так далеко. Лингвисты не лезут в такие, это просто невозможно, нет способа. Лет на 10 тысяч больше нет шанса. То есть у нас очень мало сведений, а хочется знать, что это такое. Вот вышла в марте книжка, спасибо, вот Анохин мне ее купил по моей просьбе в Америке, которая называется Bird Song, Speech and Language. Заметьте, Bird Song. И птичка нарисована. Для того, чтобы заморочить вам голову еще больше, я хочу напомнить вам про попугаев. Попугаи, как и вообще все птицы, имеют маленький мозг, у них нет коры вообще. Мы чем гордимся, что мы, помо сапиенс, мы себе вырастили кору головного мозга, которая вот умеет такие чудеса, как мы понимаем. У них вообще нет коры, гладкий мозг, маленький, у них совершенно не те органы звукопроизводства, которые у нас. Но если вы слышали, как говорят попугаи, то это точная копия с акцентами, совсем точная копия человеческой речи. Как это может быть? Вот здесь находится Зорина Зорина, которая занимается воронами. Это, правда, разговор не здесь, в смысле в Новгороде сейчас на этой конференции. Вот. И там, конечно, речь не идет о вокализации, но речь идет о их когнитивных возможностях, они чудеса просто делают эти птицы. А в Новосибирске есть наша коллега Жанна Ильинична-Ресникова, которая работает с муравьями. У нее, кстати, книжка, я в Оксфорде, то есть в Кембридже была, две недели назад, видела Кембридже, университет пресс. Вот такая книжица такой толщины, ты самый Жанна Ильинична, интеллект муравьев. И они только что интегралы ее не берут, то есть я просто не понимаю, как это может быть. Но она, крупный специалист, здесь вещи не может быть о том, что она ошиблась или там, что-то натянута. Нет, это точно. Чем они это делают? Вот такой мост, булавочная головка. Как это может быть? Почему они считают? Это я к чему, собственно, расшумелась? Я к тому говорю, насколько мы мало знаем. Мы знаем точно, что нам не нужно много килограммов мозга в мозгу, то есть в черепе. Это дело не в объеме. Есть определенные минимумы, то есть если меньше там, я не знаю, скажем, тысяча миллиметров, сантиметров кубических, то это уже опасно. Вот. Ну а так в средний человеческий мозг тысяча двечных, тысяча триста, тысяча четыреста. Нам не нужен мост, который в два кило. Нам нужен мост с правильно построенной нейронной сетью. Сложная нейронная сеть. Вот что нам нужно. И это ни килограмма не измеряется. Но если она слишком сложная, то это же не при ней называется. Если она начинает замыкаться не туда, и слишком сложные связи идут в круговые, и там разные, галлюцинации, которые я напомню. Знаете, что такое галлюцинация? Это я вам сейчас расскажу. Значит, если в ухо, вот я сейчас говорю, соответственно, звуковая волна летит на вас. Она ударяется, понятно, куда, в барабанную перепонку, среднее ухо, там, молоточки, наковалинки, в общем, поехала. И приезжает она в виде уже электрического сигнала сюда. Это реальный сигнал. Я посылаю реальный сигнал. Если бы, не дай бог, у кого-то из нас случилась галлюцинация, то мозг в это время делает вот что. Он сигнала не получает. Никакого. Он крутит ту же цепь, как будто он получил сигнал. Понимаете, он что делает? Наверное, по кругу ходит, как английский люди говорят, как будто бы этот сигнал туда пришел, а то ничего не приходило. У него такой же сигнал может липовый, крутиться, зрительный, когда он восемь чертей здесь видит. Он может быть афакторный, когда газом его травят. Он может быть слуховой, когда голоса ему говорят, ты ничтожество, вот иди вот окно, прыгай из окна, не порти человечество жизнь. Нет, я работала в психиатрии много лет, поэтому я знаю, нет никакого способа объяснить человеку, у которого галлюцинация, что у него галлюцинация, что на самом деле этого нет. Даже для него это такая же реальность, как для нас реальная реальность. Это правда. Можно только его лечить начать, и тогда в какой-то момент, если все удалось, то он скажет, о, да, что-то не то там было. Я к чему говорю? Потому что мозг-то может нам голову морочить. Ему надо аккуратно относиться. У нас как бы нет других путей. И мы так возлагаем надежды на наш мозг. А птичку я не просто так показываю, ее и мозг другой, вообще все другое. Когда я многократно спрашивала специалистов, которые вот именно птицами занимаются, в частности Зоя Псанова, Зоя Псанова, профессор ГУ, и соответствующему брату Зоя Псанове, она мне говорила, это параллельная эволюция. Это другая линия. Значит, другими путями можно добраться до серьезного результата. Нейронная сеть, которая у нас в голове, невероятно сложна. Вот здесь написано. Если все нейроны у нас гипотетические, вытянуть в одну линию, то получится вот такое вот расстояние, достаточно для того, чтобы 68 раз облететь Землю или 7 раз слетать на Луну и вернуться обратно. В голове каждого из вас это находится. Я не знаю, как у вас, у меня мурашки по коже не будут, когда я про это думаю. А также надо иметь в виду, особенно девушкам, входящим в жизнь, что у плода человеческого нейроны образуются вот с такой вот скоростью, то есть 300 миллионов в час. Это начинает происходить очень быстро. Недели через три после того, как женщина обнаруживает, что она беременна, уже нервная система строится. То есть это вообще серьезная вещь. Если мы, значит, количество, если у меня задается вопрос, сколько нейронов у нас было лет, то, разумеется, на это нет временного ответа идти не может. Эта цифра меняется в сторону упругнения. То есть это примерно, скажем, 120 миллиардов. Каждый из нейронов может иметь до 10 тысяч, а некоторые говорят до 50 тысяч связей с другими нейронами. Я очень плоха в математике, но кто хорош, пусть сосчитает. И получается вот такая цифра. Это более одного квадриллиона синапсов карио-головного мозга. То есть это больше, чем звезд во Вселенной. Но физики-математики, физики, не математики, они мне сказали, что все это, конечно, очень мило, только это не просто больше, чем звезд во Вселенной, а это больше, чем элементарных частиц во Вселенной. Я начала смеяться, сказавши, думая, что я очень умная, ошиблась, потому что я сказала, сами нейроны состоят из частиц, как может это быть. Но смеялись они недавно, и они были, разумеется, правы, потому что речь идет не о единицах, а о связях. Короче говоря, ничего из того, что человечество знает, ничего сопоставимого, даже примерно, по сложности с тем, что является собой человеческий мозг, человеческий мозг нет. Близко к этому, по сложности, человеческий язык, это я вам говорю в своей лингвистической стране. Вот просто вам показывал, как выглядят нейроны, и как выглядит звездное небо. И показываю теперь рояль в стейнбей, а именно, вот я сейчас думаю, что, пожалуй, что ближе всего, если какую-то метафору вспоминать по поводу того, как функционирует человеческий мозг, скорее всего, что это оркестр. Даже не один музыкальный инструмент, но это ясно, что это музыка. А если совсем уж так близко сказать, я бы сказала, что это похоже на джем-сэшн. Помните, что это такое? Это когда джазовые музыканты, которые все живут в разных местах, в данном случае это нейроны со своими связями, вот, они съезжаются вместе для выполнения некой задачи. Музыканты для того, чтобы устроить импровизацию и сыграть вместе. У них нет, обращаю внимание, это очень важно, у них нет режиссера, от дирижера, у них нет нот, многие из них никогда не встречались. Они как-то настраиваются, играют и разъезжаются по домам. Может повезти, и вы получите от бабушек с дедушками очень хороший мозг, уровня стендвейля. Прекрасный инструмент. Может не повезти, и мы получим хиленький мозг, уровня пианино «Красный Октябрь». Но этого недостаточно. Даже если вы получили такой мозг на свет, никто из нас не властен над этим, это уж как судьба получится. Даже если вы получили такой замечательный мозг, его нужно учить. Я не даром начала, вот с того, с чего я начала. Этот мозг должен быть обучен. Мы – это не те, у кого хороший мозг и все. Мы – это те, у кого хороший мозг, то есть генетический текст, на который, в свою очередь, написан текст, который получается из опыта. Итог – это гены плюс опыт, который свой текст пишет. Нет человека на Земле, который был бы в этом смысле похож на любого другого человека. У всех у нас разные геномы, и у всех у нас разные тексты написаны. Почему мы хотим давать хорошее образование своим детям и друзьям? Потому что нужно попасть в хорошую среду, для того, чтобы правильный текст был написан на мозге. Почему исследование языка человеческого, сознания и того, что все это обеспечивает, так важно? Потому, вот я уже сказала, потому что мир таков, каким его нам показывает мозг. И более того, этот мир таков, каким классифицирует его наш язык. Язык, как мне в последнее время, кажется, что язык разговаривает с нами, неправильный форум, мозг разговаривает с нами человеческим языком. Язык химии, математики, физики, электрических сигналов, мы не можем перевести его в понятные нам тексты. То есть мы можем только внутри этого языка. А язык нам показывает, что у него есть красные там ящички, которые от языка к языку разнятся, а также разнятся от человека к человеку, от культуры к культуре, от грубости или изящности тех, кто этим делом занимается. Есть ящички, где книжки, есть где компьютер, и он нам слова говорит. У меня это раскладывается, но вот такие вот вещи. Язык очень сложен. Вот сейчас я попробую сказать. Язык это лучшее средство для борьбы с инсорным хаосом, который поступает к нам каждую миллисекунду. Вот мы сейчас сидим, и на нас шквал идет. И зрительного, и слухового, и магнитные поля, бог знает что. С этим надо справляться. Но поскольку у нас есть конвенциональная, то есть договорная система, мы договорились о том, что это сумка. Договорились. Более того, мы знаем, что сумки могут быть такие, такие, такие разных цветов, но мы договорились о том, что все это называется сумки. Это дает нам возможность хоть как-то справиться с этим ужасом. Вы понимаете? Вот давайте возьмем огурцы. Огурцы есть маленькие, есть с пупырышками, с цветочками, есть длинные, гнилые, соленые, маринованные, корнюшоны, жареные, какие угодно. Все они называются огурцы. То есть, несмотря на разницу, они втянуты в единый класс. Это описание мира и коммуникация, которую мы благополучно преодолеваем какие-то эти сложности. Человеческий язык, как я уже начала говорить, не просто одна из высших психических функций. Это видоспецифич, это наша биологическая подпись. Человек это тот, у которого есть язык. Языковая, различают языковую способность и речевую деятельность. Я по-английски пишу не из движетства, а потому что перевод-то не очень хороший на русский язык, мы не знаем, как их назвать. языковая способность. Это не в том смысле, что я способна к языкам, могу получить там 120 языков. Нет. Это базисное, универсальное правило, которое есть в головах у всех и которое вполне вероятно генетически туда заложено. Как потенция. Не передается ни украинский, ни финский, ни шведский по наследству. Об этом нет разговора. Но передаются алгоритмы, с помощью которых каждый здоровый ребенок семьи может выучить, лучше сказать, не выучить, а владеть любым языком Земли. Как родным. Сколько ты не учишь курицу человеческому языку, ты не научишь, потому что у нее этого нет. У нас есть специальные мозги для этого. И это универсальная вещь. Она характерна для всех языков. Это самые базистые вещи. У меня просто сейчас нет времени и возможности это рассказывать. это на несколько лекций. И на каких, то есть, что такое языковоспособность? Это некий виртуальный учебник, который написан в голове у каждого из нас. К сожалению, мозг не рассказывает, как он написан. Если бы мозг нам рассказал, как он справляется с этим. Наше образование было бы другим, и наукой мы, возможно, стали бы заниматься иначе. То есть, много чего бы изменилось. И те науки, в которых, в частности, я работаю, то есть, именно психолингвистика, особенно нейролингвистика и когнитивная наука в целом, они направлены, по крайней мере, эти части ее, направлены на то, чтобы выяснить, как это там было устроено, как умудряется, выобразите себе, значит, маленький ребенок, он родился, он, во-первых, не знает, что вообще есть язык и не язык. Он должен сначала вычислить, что из этого языка. Как он, собственно, это вычислить? Там кошки мяукают, собаки лают, машины трещат, родители ругаются, сковородки летают. Что из этого язык? Первая задача, очень трудная. Вторая, ребенка никто никогда языку не учит. Ему никто не говорит, когда идешь до третьего спряжения, то вот такой, пожалуйста, чтобы окончание там было. Этого ничего нет. Ребенок делает самую сложную задачу, с которой не может справиться вообще весь набор лучших лимбистов Земли. Он пишет виртуальный учебник своего языка, мозгу. А то, что он успешно пишет, точнее, пишет не он, а мозг, то, что он успешно пишет, подтверждается тем, что все здоровые дети говорят. Он слышит страшное количество ошибок. Вот если вы возьмите свою речь, или мою, запишите ее, или на бумаге транскрипт напишите, вы увидите, что там делается. Масса ошибок. А ребенок выводит правила, несмотря на это. Просто вот специалисты по детской речи, я имею в виду по тому, как ребенку, как он умудряется овладеть человеческим языком, говорят прямо на этот вопрос. Это чудо. Мы не понимаем, как это может быть. Сложнейшая задача. Можно говорить о слоях, которые есть в языке. Это лексикон, по разным принципам организованный, и это так называемые вычислительные процедуры, то есть грамматика, морфология, синтаксис, семантика, механизм учленения речевого континуума. Ну, например, если вы берете текст, который написан на бумаге, то там хотя бы есть пробелы. Вы знаете, где одно слово кончилось, а другое началось. А теперь возьмите, вот я экспериментальной конетикой занималась, поэтому спектры читала. Возьмите спектр вот моей, к примеру, речи, посмотрите на него. И что вы там увидите? Как его членить? Как мозг умудряется узнать, где одно слово кончилось, а другое началось, например? Спектр, физический спектр там этого не показывает. Нужна невероятная квалификация для того, чтобы прочесть этот спектр. Пишу один не равен одному, вот это самая большая неприятность в языке. В нем нет единиц, которые хоть когда-нибудь были бы равны себе. Все зависит от контекста, зависит от того, кто говорит, где говорит, после чего говорит, в каких он отношениях с тем, что он говорит, с кем он разговаривает. Все постоянно, нету стабильного набора никаких единиц. Вы можете сказать, нету стол есть стол, а стул есть стул. Это-то на внешнем уровне да. Но для того, чтобы я поняла, о каком в столе речь идет, у меня должны все контексты возникнуть. То, что трудно человеку, очень легко компьютеру. И наоборот, то, что с легкостью делает компьютер, человеку сделать невероятно трудно. Ну вот пример приведу. Ну скажем, специалисты по искусственному интеллекту любят такого рода примеры. Скажем, вы описываете, я не знаю, вызываете там такси, описываете, как подъехать к вашему дому. Или какому-нибудь там, из гостей говорится. Ты пройдешь там 3 метра немножко направо, потом чуть-чуть заверни, там куст такой будет. Ты его обойди, и потом еще немножко. Или кулинарные рецепты. Немножко потушить. Это что значит? Посолить по вкусу. Это что такое? Это недоступные компьютеру вещи. А для человека они простые. Как только вы вводите вычисления в настоящем смысле, то, что делает компьютер, человек столбенеет. Этими вещами занимался у нас, просто двоименем, зовут Александр Роман Шлурия. Он, собственно, основатель отечественной нейролюбистикой, очень много сделал для этой науки и для медицины, которая занимается нарушениями памяти, языка, внимания в результате заболеваний именно мозга. Наталья Петровна Вертелева, которая занималась, писала много, исследовала это, о так называемых мягких и жестких связях в мозгу. Она занималась детектором ошибок, и она занималась активно, занималась механизмом для творчества, о чем, к сожалению, нет времени говорить, но это очень интересно. Человеческий язык устроен не так, как коммуникативные системы других животных. У животных их языки представляют собой закрытые списки. То есть, их, скажем, 20 сигналов, их 20 и есть. Один значит, что я голодный, второй значит, самку подавай, третий, что опасность и так далее. Они ни на что не членятся больше. Языки людей открытые списки. Мы всегда можем придумать новые слова, преобразовать их. Слова могут потеряться, они теряются в истории. Вот. И более того, человеческий язык обладает продуктивностью, как я уже сказала. То есть, мы всегда по модели чего-то можем придумать новые части этого языка. Но самое главное, что человеческий язык организован иерархически. Он состоит из, в кавычках, атомов, фонем. фонемы это не всякий звук. Это звук, который при перемене на другой звук дает другое значение. Типа дом, дым, юкот, ки. Количество фонем в разных языках разное. Есть языки, в которых, скажем, 8 фонем, есть, в которых 88. Но там, где 8, уже не появляется 9, а там, где 88, не появляется 89. Вот в чем фокус. И это закрытые такие списки. Это такие атомы, из которых все остальное строится. А вот все остальное другое. То есть, из этих маленьких штучек строятся, ну, если не английским языком говорить, скажем, слоги, на самом деле, морфемы. Слоги, из них слова, из слов фразы, из фраз тексты. Это в профессиональной англоязычной литературе пишут «digital structure». То есть, цифровая структура. Насколько мы знаем, но я жизнь не отдам за то, что мы завтра не узнаем другое, потому что уже есть намеки. Вроде бы, у животных такого нет. Правда, там, мой коллега, профессор Позлицев, он мне некоторое время назад статью прислал и говорит, а вот смотри, у конорейки у нее четыре ноты. Это, между прочим, тянет на фонемю. И, кроме того, если у нее повредить ту зону в мозгу, которая у людей была в зоне брака, то она перестает петь. То есть, птицы нам вообще загадки устраивают. Ну, хорошо, давайте дальше поедем. Юрий Михайлович Лотман, о котором вы, наверное, знаете, тартусский профессор знаменитый, он говорил, люди – это единственные существа, которые обладают сознанием и способностью к рефлексии. Рефлексия – это на тему зеркал. Это вот сейчас мы к ним приходим. Что это значит? Это значит, что мы можем смотреть на себя как бы со стороны. То есть, что-то я расшумелась, или какая-то я там стала ленивая, или зачем я этого наговорила всего. То есть, оценивать свое собственное поведение. Вы, конечно, могли бы коварно сказать мне, и мне бы нечем было крыть, откуда вы знаете, что этого нету других животных. Только из того, что они нам этого не сообщают, и все, мне нечем крыть. На самом деле, я уже многократно пример привожу, когда я смотрю в наглое лицо своего кота, который молчит, но смотрит умно, то из того, что он мне ничего не рассказывает, нельзя сделать вывод, что ему нечего мне рассказать, а можно только сделать вывод, что он не находит нужного, это делать. Вариант первый. Второй вариант, что я не владею его языком. Между прочим, тут с этим тоже не очень. Значит, животные нашим языком в какой-то мере обладевают, а мы нет их языком. На примитивном уровне только, то есть мы смотрим, какой-то он грустный нам сегодня. Но это же не то. Ну вот, крыкальная нейрония. Я также с картинкой сама сделала. Значит, в середине Джакома Резаланти, совершенно замечательный, очаровательный, умнейший, яркий человек. Советую поехать его послушать. А по бокам, соответственно, обезьяна и мальчик. И зеркальные системы, я не буду повторять то, что профессор Парин сказал, но они обеспечивают одну важную особенность, для которой практически нет русского наименования. Это называется Theory of Mind. Некоторые переводят это как теория ума, это абсолютно ничего близко даже не лежит, потому что на самом деле Theory of Mind, это способность строить модель психического состояния других людей. То есть плядя на человека, я могу сказать, пожалуй, мне с ним сегодня не стоит разговаривать, потому что он какой-то там злобный и недовольный, пожалуй, я это... То есть это способность человека выйти как бы из своего тела и посмотреть на мир и на себя другими глазами. Вот это носит название Theory of Mind. Считается, что Theory of Mind отсутствует у других биологических видов, тут можно спорить, но у нас времени нет на это, но мы точно знаем, что этой способности нет у маленьких детей примерно лет до 4, но это плюс-минус, это такая цифра, ненадежная. Ее нет у всего спектра больных аутизма, у аутистов, и ее нет у больных шуфлимии. Более того, это доказывается мозговыми данными, потому что у них повреждены те отделы мозга, которые отвечают за эту особенность, у которой вот как раз эти зеркальные гейроны были найдены. Как правильно сказал профессор Парин, они были найдены у обезьяны, это случайно вышло как часто открытие и делают все, то есть просто никто не ожидал. Вот, но вот меня больше всего, когда я это впервые прочла, меня больше всего поразила вот какая вещь. Они реагируют даже не на само действие эти зеркальные системы, они реагируют как бы на концепт действия. Вот сейчас я объясню, что я имею в виду. Все равно вы взяли это рукой, вот его финих или что они там, что он у него украл, это обезьяна. Рукой, палочками, ложкой, какой-то штукой, то есть на факт кражи как бы или на сам факт еды, то есть на идею. Это удивительное, вот это меня больше всего удивляет, потому что в противном случае можно было бы сказать, что это какой-то из видов рефлексов, но здесь это не оно. Я бы сказала так, что вот терия майд, вот эта способность строить модель психического другого существа, это одна из вещей, которая по-прежнему, не навсегда боюсь, по-прежнему остается характеристикой именно человека. Вот люди это те, которые умеют так делать. Но со свойственной нелюбовью к людям должна заметить, что большинство людей, которых я встречаю в жизни, не обладают этой качественной. Они, да, они лезут на рожон вместо того, чтобы понять, что у человека может быть другой взгляд на это. Более того, он может не знать чего-то того, что ты знаешь. И могут, соответственно, быть разные точки зрения. То есть я бы сказала, что вот эта способность, она является а основой имитации, способность к имитации, соответственно, она описывалась и самим кероризацией, и его с авторами разными, в частности, альбипом знаменитым, как основа возникновения человеческого языка и социального поведения. Не только языка, а социального поведения. У нас нарушена или не нарушена коммуникация, если мы присмотрелись. Если вы, понимаете, если я выхожу в детский сад и начинаю рассказывать про квантовую физику, то мне нужно лишить диплома. И вообще подумать, здоровая ли я. Я же должна понимать, кому что я рассказываю. Если моя одна аспирантка, я очень смеялась, она на одной из конференций стала рассказывать Медведеву, директору Института мозга, она стала рассказывать, как устроить мазидронно-эмиссионный томограф и татанели. Ну, просто у меня судороги были от сми. То есть он тот человек, который с этим работает. Ты же соображаешь, кому ты говоришь. Или нет. То есть, это, кстати, не вредно молодым людям знать, когда вы идете выступать или защищать свою работу, или выступать на какой-нибудь конференции, вы прежде всего должны узнать, кто вас слушает. Кто вас слушает. Поэтому ни разу, никогда, профессора знают, никогда не удается одну и ту же лекцию хоть парочку бы раз прочесть, потому что зал разный. Одни знают одно, другие знают другое. Это обеспечивает Theory of Mind. Коммуникация неуспешна. И даже есть термин такой коммуникативный явный. Теория коммуникации обладает по-английски Communication Gaps. Когда вроде все, люди говорят на одном и том же языке, вроде то же самое знают, не понимают друг друга вообще. То есть, полные провалы в коммуникации. В частности, это и она. Вот оказалось, как я говорила, что и у человека, не только у животных, есть поле, вот 44-е, примерно, где зона брака, который включает в себя зеркальные нейроны. Едем дальше. Есть, вот если бы мы, возвращаясь к языку, если бы мы задали такой дурацкий, я даже сказал вопрос, где расположена в памяти, в Москве, где у меня расположена собака? Я специально говорю не слово собака, а вот говорю собака. Вот где она находится там, в Москве? Вот на этой картинке вы видите, что она находится сразу как минимум в таком количестве мест. Значит, тактильная, да, то есть вы помните, какая шерсть. у нее, на ощупь она такая. Концептуальная, есть концепт собаки, есть кошки, есть собаки, есть слоны. Артикуляторная, она звучит, слово собака звучит вот так. Вот когда я говорю собаку, вы знаете, что это собака. Есть сам звук, просто звук, который и слово собака обеспечивает, и ее лайк собаке, например. Визуально это далеко не весь спектр, потому что я могу сказать запах, там много всего. То есть наша память, вот если вам кто-нибудь скажет, что в Москве есть места, где живут определенные объекты, не верьте. Не живут они там. Нет таких мест. Все живет везде. В этом и моя основная претензия к мозгу. Вот мы как раз сегодня там после одного из докладов обсуждали. Понимаете, моя претензия к мозгу, извините за такую дурацкую формулировку, заключается в следующем. Все клиники мира, которые работают с больными, у которых что-то с мозгом не то произошло, каждый день, к несчастью, получают десятки тысяч людей после всяких инсультов, ранений, падений и так далее. И известно, что если, скажем, вот эта вот зона мозга повреждена, то человек перестает распознавать сложные зрительные образы. Он не узнает родственников, он не знает, куда идти и так далее. Это говорит о чем? Что есть зона мозга, которая за это отвечает. Если будет повреждена зона врага, которая находится вот тут, лучше на себя не покажетесь, вы даже их собрали. Которая находится вот тут, примерно, то человек молчит. Ну, или разные варианты есть, но во всяком случае, у него нарушается его собственная языковая продукция. Вот я сейчас говорю, если бы снимали то, что у меня происходит в мозгу, у меня зона врага, вот эта, была бы очень активна. А у вас была бы активна вот эта зона, которая зона мерники. И она отвечает за распознавание речи. Если она испорчена, то человек говорит, так говорит, как ничего не понимает. То есть он не может распознавать человеческую речь. И это факты, которые никто не отменял. Но если мы про эти факты сейчас забудем и скажем, у нас есть мощная техника теперь там, ядерная медицина всякая, у нас есть позитронно-эмиссионные томографы, магнитные, магнитные энцефалографы и просто сложные энцефалографы. У нас есть функциональный магнитный резонанс. Засудим голову говорящего человека в эту штуку. Ну и что мы там увидим? Мы увидим, что весь мозг горит, атомом. Он работает везде. Вот скажем, я очень помню, где, по-моему, у меня есть здесь. Да, вот к этому я сейчас вернусь. Вот скажем, если я читаю, то смешно искать центр чтения, хотя искали и нашли, разумеется. Только это все липо. Почему? Потому что там работает то, что обрабатывает зрительную информацию, значит, вот это. Память, разные виды памяти, кратковременная, для того, чтобы, когда слово до конца дочитал, не забыть его начало. Долговременная, которая содержит знания и то, как вообще читать, и информацию, это все. Внимание, перекодировка, фонем в графемы и обратно, и так далее. Минимум 17 отделов мозга, рассыпанных по мозгу, заняты чтением. Безумие искать одно место, которое этим занимается. Поэтому, вот я говорю, моя претензия к мозгу заключается в том, что с одной стороны, есть вот такая локализация, и медицина ее вылавливает каждый день. С другой стороны, этого нету. Как я уже сказала, как музыканты. Они съезжаются, выполнили работу, рассыпались по своим квартирам. Слова не только не расположены в каких-то отдельных зонах, как раньше, еще недавно, буквально там, год-четыре дамы назад, сама читала американские статьи серьезных журналов. Глаголы расположены здесь, существительные расположены здесь. Не расположены. Нет, не расположены. Например, вот эта зона, которая отвечает, холд написано, которая отвечает, сейчас я вам скажу, значит, холд, то бишь, держать, слово держать. Но здесь же рядом находятся зоны в мозгу, которые реально бегают моторикой руки, пальцев, рта, ноги и так далее. то есть связаны оказываются как слова, так и сами действия, которые эти слова обозначают. Очень сложная структура в мозгу. Не стоит ждать, что там ящички. Это здесь лежит, это здесь. Ничего нет, нет там ящички. Это все требует гигантских вычислительных ресурсов, огромных усилий. Мозг потребляет 25% всей энергии, которую потребляет организм. Он очень дорогой. А у владельца 50% энергии потребляет мозг. Это дорогая вещь. Ну вот. Что тут скажешь? Вот картинка электронная, это не рисунок, а электронная микроскопическая фотография того, что обеспечивает нашу с вами память. Гиппокамп. Красиво очень. Это не значит, я к чему показываю? Это не значит, что только гиппокамп связан с памятью. То есть опять здесь та же логика. Если гиппокамп будет поврежден, то с памятью будет беда. Но если гиппокамп не поврежден, то это не значит, что с памятью не беда. Вот я как-то в дождь и снег металась и не могла найти вход в Ванухинский институт в Москве, потому что там какая-то стройка была. Я бесконечно звонила коллеге и другу и профессору Ануфину, говоря, я не могу путем сказать, у тебя нет гиппокампа, потому что ты здесь скоро отплыла. Ну это шутки, но тем не менее. То есть это такие зоны, которые ведают памятью. Но если вы зададите вопрос, иначе, где память? На слова, на запахи, на движения, на танцы, на музыку, на что угодно. Везде она. Например, память на какое-то музыкальное произведение может находиться в том месте, которое связано, я не знаю, с котлетами, которые вы в этот момент жарили и слушали эту музыку. То есть ассоциативные, очень мощные такие котлети. Все это изучается вот такого рода аппаратурой. ЭЭГ, позитронно-эмиссионная томография, магнитные резонансы и функциональный магнитный резонанс. В том числе и я работаю с такой аппаратурой. И мы, вот этот рисунок из нашей работы, мы как раз исследовали, как слова разные устроены. Вот так вот выглядят картинки современные, которые описывают что где. И тоже мы не можем сказать, что там какие-то глаголы, я не знаю, находятся вот тут. Мы так не говорим. Мы говорим, когда человек делает какие-то процедуры. Причем эти процедуры не обязательно языковые. А, например, те, которые он делает вообще не размышляя. То есть просто память, ну, как печать ставят. Это одна история. Те, которые требуют вычислений, конструкции какой-то, это другая история. И в ней, разумеется, не будет никакой, извините, никакого одного какого-то места, которое за это отвечает. А это будет сеть, которая, ну, она играет, понимаете, это как вот, я не знаю, механическое пианино. Это все играет все время. И очень трудно себе представить, чтобы даже один и тот же человек, я уже не говорю про разных людей, одно и то же задание дважды сделал одинаковым образом. Мозг наш обманет. Он не обещал мне, что он в среду будет делать так же, как во вторник. Потому что, скажем, во вторник уже, он уже додумался до какого-то более короткого и экономного алгоритма. А я потом не буду знать, что делать с этой статистикой в вопросе науки. Значит, с одной стороны, наука подразумевает статистику, я должна много людей набрать. А с другой стороны, мы знаем, что они все разные, бесполезно складывать. Ну, кого, с кем складывать? Значит, какой вариант? Тогда я одного и того же человека должна много раз проверять. Если я сумасшедшая и буду его проверять действительно много раз, то он просто наизусть знает мое задание, во-первых, уже выучил, а во-вторых, к тому же догадался, что я от него хочу. Ну, в общем, поэтому я хочу сказать, что сейчас, в последние годы, речь идет о так называемых case studies. Изучаем одного человека, потом другого человека, а потом смотрим, да, потом смотрим, как это сочетается, то есть не валим корзинку вместе алкоголиков и академиков. Они могут совпасть, конечно, но... каков принцип организации процессов, которые, вот я говорила, детям очень трудно. Значит, существует две главных, я сейчас закончу, две главных точки зрения. Первая точка зрения, это, что это врожденная языковая способность, вероятно, имеющая генетическую основу. Почему я повторяю, ген, по-своему, я говорю, ген должен быть, который это обеспечивает. И тогда, говорят эти люди, они, это не мурачки, это лучшие лингвисты, они говорят, тогда, вот, это появление языка у ребенка, это лишь разворачивание, ну, подобно организму, он просто разворачивает то, что в нем и так есть. Есть противники, которые говорят, мура, этом все, этого ничего нету, а на самом деле все опыт, опыт пишет. Но уже подсчитано, что если бы только опыт, а не было этих универсальных, алгоритмов, то ребенку понадобилось бы лет сто, для того, чтобы овладеть языком. А между тем, это все делают за пару лет, два-три года. То есть, конечно, это и то, и то, но без генетики история не может идти. Вероятностьное прогнозирование играет огромную роль, и за него отвечают плотные доли коры, которые, мы знаем, что у больных шизофрении или других больных условными патологиями дает нарушение вот этого вероятностного прогнозирования и полностью ломает, или не полностью, но тяжело, ломает способность адекватного мышления и адекватного языка даже. То есть, вот, чтобы вы поняли, куда я планю, один из таких трафаретных примеров, который Лурия в одной из книжек своих приводит, там дается картинка, на ней видно, что из леса нет, нет картинки, текст идет, и нужно закончить его. Значит, больному предлагают закончить фразу. Фраза звучит так, из леса вышла старушка, и дальше многоточие. Ну, обычные люди, что нормальные люди говорят, там, с грибами, я не знаю, с цветами, с внуком, там, что говорят больные, что-то приедут, говорят, с погонами на плечах. То есть, конечно, старушка могла недаром жизнь прожить, возможно, на полковнике. Вот, но, в целом, вероятность именно такого решения мала. Значит, нарушены вероятность на связи. И это то, что мы в речи больных шизофрении видим, весь мир изучает, очень интересный опыт. Давайте я быстро пойду. Вот вообще, свой нейронный сетиль представляет отдельный интерес для науки вообще, а не только для медицины. Вот все эти фокусы шизофрении, аутизм или сверхспособности в определенных областях. Знаете, люди, ну, смотрели, «Человек дождя», там много такого. То есть, люди с такой, с абсолютной памятью, которые помнят, я не знаю, какой день недели был 14 октября 1754-го года. Совершенно, не нужная абсолютная информация. Различия в языках и культурах, в том числе и генетически обусловленные. Сейчас очень развивающаяся область этногенетики, очень интересная. которые определяют тип ментальности, тип принятия решений, тип преодоления неоднозначности в языке и вообще в информации. Вот Александров Юрьевич, профессор, который завтра приедет на конференцию, который занимается кросс-культурными вещами, вот в этом ключе, он говорит, что, скажем, китайцы даже считают иначе. Считают, просто счеты, арифметические счеты, не в смысле 1, 2, 3, а складывают, делят там и умножают. То есть очень большое разнообразие на планете, не нужно думать, что вообще все одинаково. Соответственно, должен отличаться и мозг. Отличаются гены, они отличаются. Огромную роль играет то, куда попали эти гены, не нужно смотреть на это фатально, что вот раз у тебя такой генетический портрет, ты обречен, ничего подобного. Ты обречен, когда ты попадаешь в эту культуру. Вот это да, и поэтому очень ранние годы развития детей очень важны, потому что это как раз тот сенситивный период, когда мозг особенно пластичен и когда он пишет этот текст. Вы пишете текст у себя, мозгу, или у ваших детей. К нам приезжал физик Роджер Бендроу, знаменитый, вот у меня на семинаре выступал, и он говорит, что вообще все такие вещи, чем дальше, тем менее понятны, удовлетворительных моделей работы мозга и всех процессов высокого рамка, включая язык, ну уж не говоря о сознании, нет удовлетворительных моделей, и некоторые из физиков, я не могу с этим согласиться, но я и не физик, но знаю, что физики многие скептически на это смотрят, они предлагают объяснить сознание как квантовые аномалии, они говорят, это квантовый закон действует, какие-то квантовые скачки, и даже предлагают перейти к квантовой когнитивной науке, но это я вам рассказываю так просто для интересов наших, конечно, комментировать сейчас очень трудно, но одна из проблем остается, и она уже не первое столетие, между прочим, остается почти не сдвижимой, это параллелизм, сознание и процессы нематериальные не вписываются в физическую картину мира, с этим никто не спорит, мы оказываемся, и в том числе и Бендро, он про это и говорил, и писал, мы оказываемся в интересной ситуации, значит, либо мы должны втянуть такие вещи, как сознание и вообще все духовные вещи, либо мы должны каким-то образом втянуть в физическую картину мира, потому что иначе мы неправильно описываем мир, мы делаем вид, что этого нету, но мы-то живем в мире, в котором это есть, вся наша цивилизация такая, мы не можем сделать вид, что этого нету, между тем, физическая картина мира делает вид, что этого нету, и она ошибается, значит, у нас два варианта, как они, это не я говорю, они так говорят, значит, либо мы должны втянуть эту физическую картину мира, либо мы должны ни больше, ни меньше, как отказаться от существующей физической картины мира, сказать, она неправильная, на это никто, естественно, не согласен, то есть, здесь что-то не то, это по-прежнему остается тревожной территорией, мы не знаем, что с этим делать, а те, кто говорят, что знают, они просто плохо думали, подумают, побольше тоже не будут знать. Кроме того, Петроус говорит, есть такая вещь, как понимание, это я уже заканчиваю, все буквально последние слайды, как понимание, интеллект, это понимание, а понимание требует осознания, тогда я спрашиваю, если мы имеем робота, антропоморфного робота, который себя ведет, ну, просто как человек, ну, просто не отличие, это, кстати говоря, в аналитической философии называется проблема зомби, зомби, как философское понятие, проблема зомби, есть у нас способ узнать, он зомби или не зомби, вот я такая же буду рядом стоять, да, вот есть способ узнать, между прочим, тут большая пауза, потому что похоже, что нет, значит, если это настоящий, настоящий человек, да, значит, у него должно быть сознание, потому что у людей есть сознание, а что такое сознание, это, когда я понял и осознал, какой способ у вас есть узнать, осознал этот робот, или нет, или мой кот, вот я так напоминаю, откуда я знаю, я студентам говорю, может он стихийный дзенгудист, сидит и молчит, не хочет беседовать за мной, ну, ведь я всерьез, это я как просто в Сибириус рассказываю, а всерьез, какой способ есть узнать, он просто хороший алгоритм имеет внутри себя, что так себя ведет, но просто, ну, не отличить, или он еще и понимает, нет ответа на этот вопрос, сразу говорю, ну, и что, последнее, последний фактический слайд, вот вы уйдете из этого зала с мозгом не таким, с каким вы пришли, это не метафора, а это на самом деле так, сейчас доказано, есть работа, я при желании могу ссылки прислать, во время обучения любого, не важно, чему вы учитесь, хорошему, плохому, совершенно не важно, чему, меняется качество нервной сети, она физически меняется, рост количества дендритов и аксонов, то есть этих щупалец, которые от нейрона отходят и связываются с другими частями мозга, увеличение даже величины нервных волокон, они прямо растут, растет эффективность серого и белого вещества, то есть, опять-таки, говорю вам то, что своим студентам, аспираторам говорю, учиться надо не только потому, что хорошо быть умным и плохо быть крупным, или хорошо быть образованным, в отличие от необразованного, а вы мозг свой строите, вы строите свой мозг тем самым, любая информация, чем более сложная, тем лучше, ну, напоследок приведу такой пример, если вы ляжете на диване, будете на этом диване полгода лежать, то потом вы не будете знать, как вам встать, потому что мышцы все забудут, и будет страшная сложность вообще любого движения, вот с мозгом ровно то же самое, мозг должен работать, и он должен работать как можно более сложно, если мы не хотим превратиться в баклажат, то мы должны нагружать свой мозг, чем угодно, ну, и напоследок я хочу сказать, что у меня выйдет книжка, и вот в конце ноября она должна выйти, я хочу попросить у вас совета, они мне только что сегодня прислали два варианта обложки, вот какой мне выбрал, серьезно, заодно я к чему говорю про эту книжку, потому что в ней будет примерно то, что я рассказывала, и вот я сама в недоумении, здесь, значит, фокус весь в том, что все эти квантовые вещи такие играют, в частности, вот видите, этот котик, он из формулса стоит, я не знаю, видно на экране, и вообще он вот-вот исчезнет. Ну ладно, в общем, разговор о том идет, что это очень сложная, многоплановая, многодисциплинарная область, в которой одновременно все сразу и мы пришли сейчас, собственно, это я вот, напоследок вешу, и хочу сказать, что мы сейчас пришли к такой точке, о которой многие люди говорят, а именно к инвергенции наук. Конвергенция – это не просто совмещение нескольких наук как бы в одном пространстве, это такая диффузия, науки должны проникнуть друг в друга, вот поэтому, скажем, вот у меня есть магистратская программа, которая называется когнитивные исследования, и будущим магистрам там преподают и физики, и математики, и биологи, из института мозга, парочку врачей придет им рассказывать, естественно, лингвисты и так далее. И это просто факт, мы с этим сталкивались, мы сейчас живем в этом мире. Понимаете, птица, которая летает, она не знает, что существует аэродинамика, зоорология, там движение крови по сосудам, и как-то встроит в нее коготочек, она себе летает и летает. Мы доигрались, уже разъехавшись по разным квартирам, когда есть отдельные химики, отдельные физики. Время это закончилось. Мы вернулись на другом этапе, на тот период, когда была на том философия мать всех наук, которая занималась всем своим. Когда тебе стихи пишут, он и кристаллы, он и зрение, и все. Конечно, здесь есть опасность, а именно утраты, и это мы отдаем себе отчет, утраты профессионализма в отдельных областях. Если мы начнем выпускать только людей, которые всего понахватались, то есть такие, ну, дилетанты, то это плохая дорога. Значит, я думаю, что дорога такая, что человек должен получить базовое образование в какой-то области, тематика, биология, что угодно, после чего, если он способен и хочет, потратить еще некоторое время на то, чтобы поучиться вот такому. Никто из нас, хотя я работаю на нескольких полях, включая психологию, даже искусственный интеллект, но я в своем уме и я прекрасно понимаю, что я не могу как узкий специалист сравниться со специалистами в этих областях, но моя мультисциплинарная подготовка дает мне возможность с ними разговаривать. И это очень важная вещь, потому что когда я начинала только работать и мы работали там с математиками и так далее, дикое время уходило на то, чтобы просто язык какой-то общий найти. И даже если оказывается, что мы употребляем одинаковые термины, то тем хуже, потому что оказывается, что в этих терминах разные науки и даже разные части науки, даже разные школы вкладывают разные содержания. Это значит, что мы в ловушку попали, мы думаем, что мы говорим одно и то же. А на самом деле мы не говорим. И поэтому я заканчиваю на самом деле, поэтому вот такое мультидисциплинарное ну как бы щупать и вырастить, попробовать и этого, и этого, и этого, чтобы мочь участвовать хотя бы в разговоре, чтобы хоть что-то понимать из того, что у нас другого нет варианта. Мы не будем дальше двигаться по линии узких дорожек. Это просто другой этап цивилизации, я бы сказала, так на самом деле.